Ребята, всем привет! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиро Иван, и мы продолжаем рубрику Секреты Скайрима. Погнали! Ребят, сегодня, сегодня будет просто очень-очень крутой секрет. Я вам сейчас все расскажу. У меня сейчас, ребят, первый, самый первый уровень. Ну, что мы делаем? Мы, как говорится, ну, как всегда, выходим с подземелья, отправляемся в Ривервуд, обязательно что-нибудь продаем и зарабатываем 50 септимов монеток. Потом отправляемся к Вайтрану, перед Вайтраном есть повозка, и сразу летим в Винтерхолд. Ну, это будет очень-очень полезно для тех, кто хочет прокачать себе магию или хочет просто начать игру именно за мага. Вот. Летим сюда, там проходим кое-какое, не знаю, тест небольшой, и сразу в коллегию. Заходим, и, ребят, нам нужно отправиться сразу. Мы отправляемся в зал поддержки к одному персонажу. Вот самом, это можно сделать просто на самом первом уровне. Это просто невероятный секрет, и многие его пропускают, и не обращают на это внимания. Или обращают, но потом как-то этим не пользуются. Древис Нелорин. Знаешь, говорят, что знание само по себе награда. Именно у него в самом низу есть дополнительные задания, я просто их уже взял. Он просит нас очистить вот такие вот фокусные точки. Задание у нас сразу помечается, мы заходим, господи, в задание. Вот, разное. Очистить точки сосредоточения магической энергии в коллегии. Мы его активируем, очищаем здесь первую точку. Всего их три. Ничего такого сложного. Здесь у нас вторая. И вот последняя. У меня как раз на неё маркер. Ребят, я играю на Special Edition, но этот секрет также работает и в нашем любимом ванильном Skyrim. Просто подходим и очищаем. Я очистил. Вот. Но обязательно, вот видите, вот такие вот перчатки. Он даёт тебе перчатки. Ты должен обязательно, обязательно их одеть. Они уникальны. Я даже проходил с ними, многие спрашивали, блин, что это за перчатки? Они не дают никаких бонусов. Мы просто их получаем. У них уникальный такой вот вид. И отдаём. Всё. Ничего больше. И отправляемся обратно. Отправляемся. Говорит, что всё. Ну, всё, чистили. Хоть он сказал, что это такое прям непростое задание. Что тут непростого? Иллюзия. Погоди, погоди, погоди. Из самых недооцениваемых школ. Ах, если бы не нужно было тратить время на эти обыденные ежедневные обязанности. Ваши фокусные точки очищены. О, да. Я уже чувствую изменения. Но, конечно, я тоньше ощущаю эти волны, чем другие. Спасибо. Благодарю за помощь. И тебе. Лечение. Огромнейший бонус. Огромнейший. Если мы зайдём в магии, в активные таланты, то мы можем увидеть повышение магии. Это плюс 100 повышение магии на 2 часа. Но здесь может быть... А, повышение 100 на 2 часа. Ну, смотри. Единственное, не пойму. Повышение магии на 2 часа и 1 час. Что это 1 час? Там 2 часа. Ну, это реального времени, ребят. То есть, на протяжении часа или 2. Что-то вот ещё поправьте меня. Ты пользуйся этим бонусом. И качайся, качайся, качайся. Ещё раз качайся. Но, ребята, здесь эффект рандомный. Тебе может выпасть плюс 25 повышение магии. Тогда просто магия будет очень, очень быстро восстанавливаться. Она будет тратиться медленно. Ну, в зависимости от магии. Но, блин, просто невероятно быстро восстанавливаться. Потому что у тебя сейчас магии мало. И ты можешь кастовать, кастовать, кастовать. Но, это самый большой бонус. Бывает такое даже, что выпадает в активных талантах сразу. Сразу. И плюс 25, и плюс 100. О, у меня тоже такое было. Непонятно. Как это работает? Почему это работает? Но, это круто, ребят. Это круто. Мы просто находим какого-то противника. И, можно, как говорится, хилиться. Качаться. Качаться сразу. А, подожди, смотри. У меня же настройки игры сейчас на легенде. Настройки, игра. Да, легенда. Даже в своем прохождении я прохожу чисто на легенде. Вот такая вот мечта, знаете. Пройти Skyrim Special Edition на легенде. Это, блин. Находим какого-то врага. Или, ну, не знаю. Сильных, слабых. В зависимости, на какой сложности ты играешь. Вообще, сейчас бы ледяного тролля найти. И просто у него жизнь не восстанавливается. А ты качайся, качайся и качайся. Бараник. Коза, коза, коза. Можно козу немножечко подамажить. Просто бегаешь и палишь всех. Палишь, палишь, палишь. Если какой-то враг будет тебе... О, добивание эпичное. Бед, бед. Бедная коза. Кваслик, да. Ребята, вот такой вот бонус. Вот такой вот бонус. Он невероятно крутой для начального мага. Я могу поспорить, что многие, многие не обращали на это внимание. Бегали, сохранялись. Так и удивлялись. Блин, думали, что это бах, вау. У меня маги быстро восстанавливаются. Или вообще не тратится. Но нет, ребят. Это временно. Это невероятно, невероятно круто. Если вам понравилось, поставьте лайк. Оставляйте ваши комментарии. И кто вообще замечал этот баг, секрет, если не замечал, то, ребята, если только начинаете играть за мага, это, блин, это просто классно. Это просто невероятно классно. Ребят, вот еще парочка видео, тут тоже невероятный секрет, у меня есть целый плейлист, ну, там, правда, четыре видео, но, поверьте, там они уникальные секреты. Я собрал именно секреты для вас, и еще выпуски будут. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите еще в группу ВК, там выкладываю разные. И, ребят, это я хотел сказать еще, подожди, я хочу огромное спасибо сказать Михаилу Саару, он мне еще давным-давно про это писал. Спасибо, 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 вот я этот секрет записал. Спасибо, ребят, всем пока, и пользуйтесь.